В музее Черноморского флота, вооружившись блокнотами и ручками, команда спасателей приготовилась конспектировать лекцию по истории второй обороны Севастополя. До сборов в республике Татарстан осталось всего пару дней. В Казани они должны показать знания по истории России и представить визитную карточку – театрализованное представление об истории родного города. У нас визитка разделяется на три части. Это, как Екатерина II создавала наш город, потом первая оборона Севастополя и вторая оборона Севастополя. И в заключении мы приготовили флешмоб, посвященный дню воссоединения Крыма с Россией. Очень переживаем, команда вся в напряжении, вот через два дня уже улетаем и очень хочем уже поехать и победить. То есть мы на цели рады? Только на победу. Мы же севастопольцы. Ребята говорят, подготовка была очень напряженной. Два месяца упорных тренировок на плацу, в спортзале, бассейне и в поле. Кадет обучали строевой подготовке, стрельбе, метанию ножа, спортивному фехтованию, на штыках. Они преодолевали полосы препятствий и учились оказывать первую медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Севастополь на сборах представят 10 воспитанников кадетского класса МЧС школы номер 60 имени Героя Советского Союза Владимира Степановича Пилипенко. Уже долгие годы это учебное заведение специализируется на военно-патриотическом обучении и воспитании школьников. В течение шести лет, еще будучи в составе Украины, я являлась руководителем команды школьников и мы ездили на патриотические слеты в город Пермь, в Россию. Тогда еще, так сказать, соседнее союзное государство. И сейчас, когда пришло приглашение, мы с удовольствием его приняли и как бы подготовили ребят к поездке снова на патриотические слеты. Ленинский муниципалитет Севастополя сделал все возможное, чтобы эта поездка состоялась. Лариса Вадимовна Мельник говорит, команда спасателей должна не только достойно представить город-герой на всероссийском конкурсе, но и показать всей России наш севастопольский патриотизм. Потому что Россия не знает, что 23 года мы воспитывали детей так, чтобы в них сохранился дух патриотизма, любви к родине Великой России, к сохранению памяти о героических страницах истории российской. И история Великой Отечественной войны – это очень живое, это близкое. Мы имеем возможность сегодня еще общаться с ветеранами, ребята тоже, соответственно. Поэтому мы хотим, чтобы вся Россия увидела, что мы чего-то стоим и, наверное, во многом мы даже превосходим российские школы, российских ребят. Лариса Мельник отметила, что большую помощь в организации поездки оказали профильные департаменты правительства Севастополя и меценаты. Девятый всероссийский образовательный сбор «Союз наследники Победы» будет проходить в столице Татарстана с 28 апреля по 10 мая. Организатором слета выступили правительства Республики Татарстан и Министерство обороны Российской Федерации. Среди партнеров – Министерство иностранных дел и Следственный комитет.